Всем привет, друзья! Я стараюсь наверстать упущенное, и теперь каждый день для вас новое видео стараюсь выпустить. Друзья мои, сегодня у меня для вас отдельное видео об испанских деликатесах, в частности, о сырах и о сырокопчёных сыровяленых колбасах, о караках хамон, которые знают во всём мире и которыми славится именно Испания. Я их тоже обожаю. Вы знаете, вот как-то совсем немного я сняла, к сожалению, этого обилия и разнообразия различных сырокопчёностей. Только один единственный супермаркет, но он настолько тоже потрясающий, что давайте мы его с вами посмотрим, и я вам немножко расскажу именно об этих колбасах и сырах. И это не какой-то специализированный магазин, а это обычный супермаркет испанский. Но, уверяю вас, здесь есть на что посмотреть. И выбор огромный. Вот они, эти о карака знаменитые хамон. Хамон – это испанский национальный дикатес. Считается, что есть два основных типа хамона. Хамон сирана и более дорогой хамон иберика. Они различаются способом и длительностью их приготовления. А самое существенное различие между этими хамонами – это порода свиней и то, как именно их выкармливают. Говорят, что самые дорогие сорта хамона именно в том, что свиней кормили специальной диетой, в том числе отборными желудями, которые придают пикантный вкус этому хамону. И вот посмотрите на это великолепие и на это разнообразие. Во-первых, разнообразие самих этих сыровяленых, сырокопченых, а во-вторых, такой разброс цен, начиная от 180, вы видели, да, потом 90, 80, 70, вот 69 здесь у нас. Это все цена в евро. И вот видите, много таких красненьких табличек написано «оферта». Оферта – это специальное предложение или, ну, как бы скидочки, ну, потому что, наверное, все-таки такие цены не всем по карману. И здесь дальше у нас уже совсем такие цены низкие. 30, 50, 29 я вижу, да, 25, 26, вот, 35. В общем, я думаю, что вы видите тоже эти цены. Мы, конечно же, купили по чуть-чуть вот нарезки этих великолепных испанских деликатесов. Я вам ниже позже покажу, какой мы там себе дома пир устроили. Вот это вот именно нам здесь испанский продавец нарезает тоненько. Дальше мы видим целую витрину копченой сырокопченой сыровяленой колбасы испанской. В основном, конечно же, знают все колбаску фуэт в белой плесени. Она такая тоненькая, очень гибкая. Вероятно, вы ее тоже знаете, пробовали и видели. Очень вкусная сыровяленая колбаска. Фуэт в переводе с испанского означает «кнут». И действительно, эта колбаска, возможно, напоминает кому-то кнут. Но есть еще другие сорта колбас. Сальчичон, например, с перцем и чесноком и всякие другие. Варено-копченые колбасы и ветчины. Я об этом мало что знаю. Не очень люблю сказать по правде. Но вот глядя на все это обилие колбас, особенно хамона, и в дальнейшем я еще покажу вам огромные витрины сыров. И невольно вспоминаю Англию с ее таким скудным выбором. Пошли дальше. Смотрим витрину с сырами. Здесь тоже это разнообразие сыров испанских просто потрясает. Давайте посмотрим. Я даже не знаю, как тут это все можно комментировать. Во-первых, представляете, что у меня видео поставлено на медленное воспроизведение. Я его специально замедлила, чтобы вы видели цены, чтобы вы посмотрели, как выглядят эти сыры, которые я, например, многих названий вообще не слышала, не знаю. Не могу их даже выговорить толком. Я вот люблю, например, сыр пармезан, я люблю сыр бри, сыр в плесень и ракфор. Но это вот скорее даже, наверное, французские все-таки сыры. А вот конкретно из испанских сыров я знаю только горганзеллу. Когда-то меня угостили мои дети, Даша и Андрей, в Венеции этой горганзеллой. И, конечно же, мне она очень понравилась из всех остальных сыров. Хотя сыров вы видите. Вот это вот я показываю вам, по-моему, как раз пармезан. Здесь тоже оферта. Скидка 19,90 за килограмм сыра. Ну, наверное, для пармезана не так и дорого получается. А это вот уже типа брынзы, молочные сыры, сулугуни и моцарелла. И вот мы вернулись домой. Показываю вам то, что обещала. Мы даже красиво это не разложили. Мы просто обалдели от всего того, что накупили. Сначала просто решили вот так вот по чуть-чуть всего попробовать. Посмотрите, здесь у нас еще банка красной икры. И красная икра необычно вкусная тоже, купленная на рынке. Мы достали бутылку красного испанского вина. И также игристый напиток просека, очень распространенный в Испании, который я тоже обожаю. И вы знаете, мы сначала все это стали пробовать и смотреть, а потом я вспомнила, что надо бы, наверное, все-таки видео снять. И надо хоть как-то это все красоту зафиксировать. И вот то, что уже под конец я нафоткала именно для вас. Как говорится, не хвастовство ради, а памяти для. И вот эта вот красная икра, которая потрясающего вкуса. Баночка этой икры стоит 17 евро. Евро, кому интересно. Эта Надюша купила на рынке специально к моему приезду. Надюша очень хлебосольная хозяйка. Такая аккуратистка. У нее все чистенько. Очень красивая большая квартира. Надюша моя ровесница и практически моя землячка. Мы с Надюшей очень подружились за это короткое время. И я жду ее с ответным визитом в Англию к себе. И хотела я уже на этом и закончить свое короткое видео для вас. Но решила все-таки для сравнения показать английский наш супермаркет. К тому же сегодня 1 апреля. А здесь, говорят, к 1 апреля ожидается огромное повышение цен. И англичане, прослышав про это повышение цен, решили закупиться. Посмотрите, у всех тележки полным-полно продуктов. Все стараются закупиться до основания. Но мне кажется, что, знаете, уже перед смертью не надышишься, как говорится. Ну вот, еще посмотрите. Полные просто людей тележки. Обычно как-то из продуктов всегда было достаточно. Англичане никогда не закупали такими количествами, насколько я видела. Вот, ну вот, так совсем чуть-чуть что-то. Вообще-то, сейчас сказали, что слух прошел, что ожидается повышение цен очередное. И при том, что довольно сильное, значительное повышение цен с 1 апреля. И поэтому люди стараются хоть что-то такое закупить. Ну вот, по крайней мере, насколько я вижу, все у людей тележки полным-полны. А сегодня у нас 1 апреля, как я уже сказала. Кстати, всех вас поздравляю с Днем Смеха. Но я еще в магазине не была, поэтому не знаю. Вот такое мое сегодня для вас коротенькое видео, друзья. Опять же, прошу вас не забыть поставить лайк. Лучше его ставить в конце видео. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Вскоре увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok